доброго времени суток дамы и господа приветствую вас на канале андр лагон с вами смех чарльз ксавьер и к сожалению мертвый йоханнес надо выяснять что здесь произошло пока все очень очень мутно и непонятно можно даже так сказать гб надень это убей вандерберга и твоя милая женушка не пострадает три выстрела в живот один в сердце мгновенная смерть тоже зачем тебе грохнул похоже на спиритический сеанс кстати повторяйте за мной гна и илья ок ног глуи хастур в таранак не бума похоже кто-то пытался ему помочь но не смог них юханнес юханнес пятна крови еще влажные кто-то совсем недавно пользовался этим телефоном ты бы мне мог ответить на многие вопросы поскольку материальное существование наши не есть жизнь то и материальное наше разрушение не есть смерть ваш покорный слуга математическая теургия неизвестный философ избранные из речения и афоризмы монада обладает безграничной способностью преобразовывать мир так будучи добавлено к нечетному числу она превращает его в четное четное же делает нечетным ничего я пока нифига не понял да да ну надо обладать пьер дал ланд от звуки отражения так ну я понял что нихрена не понял театр то это конечно хорошо неужели это все не густо убийцу шантажировали похоже кто-то пытался ему помочь но не смог гильзы от патрона 38-го калибра у меня такие же проходите друг мой добро пожаловать в мою скромную обитель вы что не видите что у нас идет сеанс вы что полиция мистера вандерберга застрелили пожалуйста приезжайте есть посмотрим что здесь произошло на самом деле проходите друг мой добро пожаловать в мою скромную вы что не видите что у нас идет сеанс вы что полиция мистера вандерберга застрелили пожалуйста приезжайте я ханас вандерберг принимал гостя тут появился убийца и застрелил его его гость остался жив и позвонил в полицию так ну тут мы вроде посмотрели все что можно ну да философское общество ну видимо один из членов клуба ибо этот мир всего лишь игра света и тени меркнущее в бесконечном коридоре отражающих друг друга зеркал ладно так присутствовал человек он может искать что что произошло только хотел мусорку полутать стоять поднимите руки и не пытайтесь бежать что в чем дело вы арестованы за убийство юханаса вандерберга да ты охерел я его не убивал у нас есть убедительные доказательства и свидетель хватайте его парня неплохо неплохо кто-то филигранно решил меня подставить даже очень филигранно но даже мне ни хера не забрали какие молодцы доброе утро детектив рид надеюсь вам тут им хорошо спалось вы же управляющий в доме карпентеров чем обязан у вас отличная памяти рид меня зовут фрэнк в общем я пришел вас забрать мистер карпентер оплатил залог это очень благородно со стороны мистера карпентера но как он узнал что я здесь семья карпентеров давно и плодотворно сотрудничать с полицейским управлением окманта скажем так они держат нас в курсе дел если честно для меня это приятный сюрприз похоже я сделал правильный выбор когда помог мистеру карпентеру вы помогли ему а теперь он отплатил услугой за услугу карпентеры всегда возвращают долги я никого не убивал вы не знаете почему меня арестовали ну конечно мистер рид наверное свидетель ошибся нет серьезно я невиновен как скажете сэр мистер карпентер желает вас видеть лучше обсудить это с ним ладно спасибо на мистер карпентер трагморт он из пакт на пакт на пакт на теперь еще на меня карточку завели песики тебя-то за что они не за что ладно хрен с ним чё пес хорошо вы подлезались карпентеру будь моя воля мы бы уже выбросили ключ от вашей камеры сыр я ни в чем не виноват да неужели чужак может мне зачитать вслух ваше досье читайте я добропорядочный гражданин добропорядочный гражданин с оружием таких как вы надо держать за решеткой а лучше в психиатрической лечебнице в чем дело офицер вы не умеете общаться с людьми из-за таких как вы в городе полный бардак вы сносите замки вламываетесь дома и грабите их ходите по улицам с оружием палите по ни в чем не повинным прохожим и не смейте отрицать ну да частному детективу иногда приходится нарушать правила но это же все ради закона и порядка то есть вы совершаете преступления чтобы их предотвратить ясно странно что вы не оказались здесь раньше запомните если бы не ваши влиятельные друзья вы бы гнили в окманской тюрьме ты бы сдох нахер хватит тратить мое время чужак кусок говна ну тоже интереснее за шляп он меня опознал нелогично как-то даже очень ну да ладно чертовы чужаки и ну и и и и и и неплохо неплохо где-то пердет до сих пор там виде копий где-то пердет что нет дружба а вот ты не молишься и правильно здравствуйте мистер карпентер мистер рид добро пожаловать я сейчас занят но надеюсь скоро мы сможем поговорить и выпить вина в последнее время это роскошь вино или время ладно не буду вас задерживать спасибо что вытащили меня из тюрьмы я оказался в сложной ситуации ерунда чарльз как я понимаю вы все еще под подозрением милтон пирс утверждает что видел как вы убили вандерберга я его не убивал я вам верю это на вас совсем не похоже даже если бы вы с йоханнесом что-то не поделили я бы так не поступил вот именно рид я вам верю но полицейским нужны доказательства если вы не найдете настоящего преступника я ничего не смогу поделать но у карпентеров есть связи в полицейском управлении когда у вас будет алиби просто дайте знать моему управляющему у меня такое чувство что вы знали вандерберга мы давно дружили редкого ума был человек я познакомился с ним в европе во время великой войны вы с ним одни из немногих порядочных людей в этом городе надеюсь мне не придется выбирать между вами как вы грамм после того что случилось с брутом пожалуйста давайте не будем об этом мой отец если вы хотите его видеть то он наверху вы участвовали в великой войне да я был в злосчастном мезаргонском наступлении простите мне до сих пор тяжело об этом говорить понимаю что вы знаете о милтоне пирсе довольно влиятельный политик не боится вести грязную игру я недавно читал его интервью в вестях окманта не знаете где его можно найти где-то в ритт боюсь больше ничем помочь не могу еще раз спасибо мистер карпентер мне пора вот возьмите можете смело им воспользоваться если у вас опять возникнут проблемы берегите себя мистер ритт я отложу бутылочку вина откроем ее когда все закончится ой 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 ну щемитесь твари я готов я полностью готов уда ты первое от меня никуда не денетесь это уж точно так у нас есть точно навыки ох ты елки пушишь ты пушишь ты елки точность еще более высокая точность легко и непринужденно уда уда так дробовик шмобовик у здравыми гораздо дольше ладно у нас есть какая-то зацепка у 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 если решил убить вандерберга и почему королев желтым тот был и кот мертв но если только успел до своей смерти это сделать время между тем тикает нужно освобождаться от проклятия этого да снова кирпич какая радость я уже забыл про их существование мы снова строим дом да успокоить такой надо разобраться всем кого это касается в городе греет зреет заговор это все рыба люди я знаю что вы не смогли поверить мои предыдущие сообщения но этот раз все серьезно они вот-вот захватят город повсюду всплывает их мерзкое подводное золото и скоро у них будет достаточно денег чтобы подкупить всех и каждого ваше учреждение должно в этом разобраться я взял на себя смелость провести предварительное расследование я знаю что у меня нет лицензии именно поэтому мне нужен тот у кого она есть посылаю вам первую часть своих заметок на обязательно сообщу когда узнаю что нибудь еще заговоры существуют рыболюди повсюду рыболюди с уважением sims и оллы то сколько можно мистер рид скажите вы хотели бы увидеть свое имя на первой странице самой популярной газеты окманта сложно сказать темы которые вы освещаете мне не очень близки что ж тогда у вас есть шанс все изменить в городе столько всего происходит и люди должны знать правду нам нужен человек который всегда в гуще событий у меня другие дела может зайду позже не тяните с этим сенсация это блюдо которое нужно подавать горячим вам все еще нужны репортеры да мистер рид вы готовы пролить свет на грехе этого города у меня другие дела может зайду позже не тяни до встречи ладно хрен с ним вот значит мне известно только что он же где-то в рид хайце и сейчас баллотируется на пост мэра после потопа чиновники интервью пирса сегодня наш корреспондент получил возможность побродить по живописному улочкам восточной части рид хайца чтобы взять интервью и одного из самых перспективных политических действий опманта пирсу принадлежит весьма внушительное многоэтажное жилое здание на музеем авеню между комьюнити роу и хилок стрит тем не менее мистер пирс старается заверить нас что хорошо понимает потребность обычных людей и регулярно встречается с общественными деятелями так рид хайц рид хайц музеем авеню отлично рид хайц музеем а блин рид хайц музеем авеню и зиму виню чудо знакомое а вот музеем авеню сейчас приду ему тоже вот с пароля блин сразу сейчас гляну так-так-так-так-так-так-так-так между комьюнити комьюннион роут и хилок стрит комьюннион рул и хилок стрит где хилок стрит а между ну вот типа дом понятно блин стон стоп стон с нам мы теперь молчу боимся наверное учитывая что это оружие было данным самым последним хотя может будет будет еще что-нибудь да но я не не знаю гранатомет какой-нибудь то я думаю оно должно быть мощным это что-то местное здание оккунт милли это что-то местное здание оккунт милли а это типа какой-то департамент вооружения или типа местное министерство обороны я понял так ко мне по всей видимости вот где-то сюда тук-тук хрен в рук ты делаешь уважаемый драка двух бомжей и вот он наваливается сзади и и нет он его обходит чтобы чтобы бросать невидимые предметы где бухло где фунфырик ладно день наш товарищ сидит на первый раз прощай прощатели сраны дайте то так вот тут кругами брожу это здание причудливой формы об упал упал напить кирпич ну что делать причем и мы уже знаем так ладно еще раз почитаем так как так 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 здание многоэтажное жилое здание на музеем авеню между между комьюнион роут хилок стрит на музеем роут музеем авеню музеем авеню музеем авеню комьюнити роут и хилок стрит комьюнити роут хилок стрит все правильно то есть вот этот дом только сняв вход наверно на музеем авеню вот это сняв вот это барышня что я влюблен вот это улица вот это дом и вот это барышня что я влюблен так за вас . есть ящички ну получается тогда вот этот правильно правильно обязательно ну да так я здесь уже был по моему на одной из записи помню плакат дверь у этого парня руки в крови в буквальном смысле дверь не поддается мистер пирс где вы похоже он очень серьезно относятся к своей избирательной кампании куда вы дориснули пустая как сердце банкира дорогие жители оккунта с этого дня наш город станет жить по новым правилам отныне всегда и во всем благополучие обитатели оккунта будет стоять на первом месте любое решение связанное с торговлей рыбалкой чужаками и ицмусами в первую очередь будет учитывать интересы местных жителей мы должны защищать границы нашего города и от чужаков и от сил природы вернем окнуто окманту было величие что собирается стать государем окманта или это так легкое чтиво здесь кто-то очень поспешно переодевался ты куда адрес не задумала письмо от трагморта на уважаемый мистер пирс несмотря на все наши прошлые разногласия не могу не признать что на сегодняшний день вы один из самых перспективных кандидатов на пост мэра окманта нужна сильная власть которую вы безусловно можете обеспечить не ждите никакой финансовой поддержки с моей стороны я считаю что кандидат в мэры должен сам обладать необходимыми средствами но в остальном вы можете на меня рассчитывать с уважением роберт трагмортон в чем остальном знакомая форма я уже видел такие кинжалы письмо тот мистер пирс от имени нашего сообщества хочу выразить огромную благодарность за все то что вы делаете в этом городе очень мало кто сочувствует выходцам из инсмута и вы редкое исключение пожалуйста примите этот кинжал знак нашей дружбы пусть он послужит доказательством того что пока мы поддерживаем эту связь ни один член нашего ордена не посмеет причинить вам вред с уважением анна кавиндиш что это было здесь явно держали грязную одежду я даже вижу брызги крови кровь так и хлистала роберт так и хлистала я был весь в крови интересный роберт ай да где же этот дурацкий галстук я уже должен быть в ратуше надо поприветствовать избирателей убери это с глаз долой роберт для чего по-твоему у нас внизу прачечная пора во всем разобраться кровь так и хлистала роберт так и хлистала убери это сглаз долой роберт для чего по-твоему у нас внизу прачечная милтон пирс вернулся домой весь в крови он приказал дворецкому отнести окровавленную одежду вниз и отправился в ратушу на встречу с избирателями пустая как сердце банкира мы сегодня больше ничего и нету так то по-хорошему ну ладно нас на всякий случай еще подвал гляну отлично подвал можно зайти нельзя было оставлять это здесь запах крови может привлечь незваных гостей я уже научен горьким опытом ладно 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 а на этом я предлагаю закончить на сегодня спасибо за просмотр что-нибудь пишите что-нибудь ставьте с вами был смех всего хорошего вам до новых встреч спасибо за просмотр что-нибудь спасибо за просмотр что-нибудь